так поехали привет на месте мне без вас всегда грустно становится ну что антон колесников здравствуйте брат юрий здравствуйте ильдар здравствуйте бухтияров казахстан привет арсен садоводом привет здоровья терпения так семена алтай село привет но этим пока не растерял доверие слава богу ольга вечер добрый жемалдина здорова здоровья удачи ольга добрый вечер новожилова ольга добрый вечер речихина добрый вечер семена алтай мне валерий александрович высылал мастику недавно заказывал у него сильный чек дай бог чтобы здоровье не улучшилось спасибо что упомянули его может еще кто-то что-то знаете прошлый раз все-таки приятно было когда процесс разговора уже несколько переводов к нему пришло не к нему а ко мне этого имени вот нет 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 пока тихо так дальше поехали так гречихина спасибо что помогаете александрович так помогаете наверно валерию александровичу я один раз покупала к мастику спасибо ольгу латинковой в общем чего не знаю на данный момент он голоденкова и а помогает ему самое трудное время она пришла ему на помощь вот они вместе работали создавали фильмы вот планы строили я выслал очень уникальные вещи естественно что подарил вот уникальные вещи это косточки это черенки вот и что будет с ними дальше она умудрилась видите за такой сленг она умудрилась второй раз родить недавно вот серёг александрович если не будет такого такой компании это будет страшно обидно потому что у нас каждый человек дорог если бы узнали бы чиновники если бы какого чека мы чуть не сказал теряем вот какой чек теряет садоводство вот как обидно такая была пара ольга латинкова и валерий александрович так ольга пашкарева недавно заказывала с ним разговаривал очень добрый человек так ну добрый добрый а сто рублей не деньги так добрый вечер ирина алтай михаил свинин привет или тихина с удовольствием еще буду покупать я провалок мастику то вопрос кто вышли теперь вот мне не ответила сегодня ольга вот может она не знает что мне ответить я думал они сейчас маленькую фирмочку создадут не то что вот этот товарищ который какую-то вонючую штуку писал который нами сам не значит такое а здесь то опробировано опробировано сотнями людей так дальше идем ирина алтай добрый вечер свинин привет так елена с удовольствием буду покупать алтай село вот этот ролик про стоимость теплицы и рыбалки а может быть как раз тот самый а открывать не буду узнаете чего случается когда-то мы я взял открыл ролик это прямо во время вебинара это давно было комментировал ля 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 ну минут 10-20 все это записалось приходит ролик уже как записаны естественно что его надо рассылать 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 я смотрю изображение одно а слова другие я мои разошлись с тех пор ролики не открываю но потом проверю а когда потом мне нужно сучить отсюда убрать потом я не найду так сохранить копировать адрес ссылки от прям его сюда это будет отсюда будет начинаться следующий не хочется это а сейчас секундочку а все активирован так возвращаемся где мы были вебинар так проехали потом посмотрим ролик снегирев всем добра времени суток или тихина паразитарная прививка дикое издевательство замерзнет эта ветка месяц полет ужас вы понимаете там люди на полном серьезе работают имеют по 600 800 по миллиону прививок ой прививок обрезок этих просмотров ой что она творит подходит к дереву а там резать то нечего а и ролик сделать надо а кто остановит вот и у него никакие моменты за что людей это калечит а я от этого того что я говорю я выгоды никакой не имею наоборот вроде то что человек искалечил дерево потом железо радуется ой кругом сколько этих врагов которые врагов саду а мне могу мне сердце мне трясти начинает сразу когда вижу вот это лишние ветки придумать огромные деньги залазит на это дерево на высоту 35 метров с этим самым с пилой секатором какой секатор с этими с пилами в основном режет 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 сейчас прошел 5 заработано и смеются же потом над этим же кого кого это ободрали искалечили чьи деревья ладно наборела спасибо за поддержку пластические вещества идут на построение а спасибо леночка так сознайтесь ну-ка какое у вас образование вот метаброгу признайтесь пластические все идут на построение новых клеток тканей органов растений сахар на построение клеточных оболочек превращая клетчатку белкового вещества на построение клеточных плазму и ядра другая часть пластических вещества вкладываются в запасе расходятся на следующий год вот поэтому как сказал этот царство небесного кстати он профессиональный ученый вот времена то были какие никакой заносчивости вот заместитель директора зональной станции садоводства города саратова черешу валерий петрович стоило мне только ему написать пару слов такая дружба завязалась невероятно никакого гонора ничего вот представляете вот такое ученые были и вот это слова чем ниже ветки тем больше петли этих пластических веществ так какого хрена человек этого не знает и говорит берите все эти учатся опять учат сотни тысяч людей берите середины сколько они не дополучат деревья которая уходу ветка взяты середины ветки сколько она не дополучит здоровья благодаря этому спасибо за это за вашу это самое за то что мы здесь привели то никак не это не доберусь сам посмотреть буду скоро помирать а я до сих пор не благодарю за приказ вебинар вот вот видите но все еще нужен вот еще нужен так теперь видите мы группе садоводства по железу не обсуждаем политику вот я очень надеюсь что там никто не будет вспоминать ни выбора ничего доказывать свою как сказать верноподанность это в другом месте пришли на выборы проголосовали так теперь населена спасибо возвращаясь к александру я все пытаюсь добиться при производитель ежегодно обрезку калеча перчики калеча вот только ради того чтобы взять с них черенки вот это есть а что такое обрезка на плодовое звено мы еще не закончили вы можете расшифровать плодовое звено термины непонятные непонятные непростительно металлурга плодовое звено ежегодно обрезку конечно ежегодно обрезка только ради того чтобы сверком нарезать да вам продать и сергей режет чтобы вырасти две-три сотни пешковых деревьев на продажу так александр снегера может это он про плодовое звено мне не хотелось бы что-то там не заговорились какую-то хоп оставалась и спешить некуда вот эти час бывало при сейчас мы не успевали целый час не успевали все высказать эту 18 минут прошло включая и перерыв что такое плодовое звено ну допустим попытаться догадаться есть такое понятие перевод ростовых или там вегетативных веток на плодоношение то есть ей боросиба еще год-два специальная преска и она тут же закладывать цветочные почки вот я противник этого если вы это имеете ввиду вот никаких переводов на плодоношение единственный вариант это уже только для селекционеров купил что-то достал что-то кукоды идут давай-ка быстрее вот туда перевод на плодовое звено наверное это и есть наверное то есть перевод на плодоношение тем более слово плодовое тогда против этого вот так я скажу не дожидаясь в вашей реакции я против этого вот у меня были такие примеры да действительно пробовал но это было по молодости это так быстро делается любое калечение дерева приводит к перестройке его бы расти бы она вперед и это но самое страшное я уже договорю эту тему хотите перевести хотите быстро делать это весной а когда делаю середине лет а вот сейчас перестроиться и на следующий год а на все это начинает закладывать эти же самые цветочные почки и живой завязать у него новая отчет пошел середины лета а когда жена а где-то на юге там позволять себе специально делать а у нас нельзя у нас теперь у нас север так ну что там снигеров александр пишет один из наших стать так все дождемся и будем заканчивать а пока он еще пишет я очень скажу ребята это не шутки вот не будет железово таких садов больше не будет ученики да ученики не раскручены вот поэтому и годы пройдут а кто а где а у кого железо а кого обратиться и начнется а сколько тут же а абрикос баринского продается повсюду файда продается откуда они взяли правильно посмотрели потолок покупать люди так теперь слушаем снигерева так никак не могу успокоиться есть два персики послали на стене действительность друг от друга искусочки если выкопать одно повредиться корни оба слова как близнецы вот если просто обрезать прям жалко что будете составить оба александр смотрите показывает что у него в саду сидит рядом два груши все у меня так два прикоса растут вот такого цели и сейчас я не случилась давайте там 10 9 слишком близко к по 1 количество другой оставляйте оба я считаю что это не для них не смертельно ну и потом два больше чем один один на счет погибает другой останется вот а если оба искалечить это можно без обоих остаться лучше не трогать так что ничего страшного я не вижу ну а чтобы не молиться если всего два надо все таки сад закладывать обстоятельные долгое время я не ограничивал по 20 по 30 заказывали косточек вот бывало и 40 это всех по 10 а часто я вот осталось там две-три этих упаковочке в них по пять штук это все так теперь игорь еще пишет мы подождем так значит что-то кого вертится вертится сейчас я верну сделал были как я могу пропустить на вебинарах вот это вот глупость вот я сказал не буду применять я не применяю слово дебиле и не сказал не буду за сегодня сколько глупостей слово глупости имею право произносить делать нечего все не могу эту смотреть сейчас будем заканчивать хотел еще какую тему раскрыть что-то видели что-то слышали все проехали так возвращаемся что тут а вот снегирёв написал спасибо учитель дай вам бог здоровья ну вот нормальный конец и спасибо и это вот вот анекдот и помните мне всегда вот эти ключевые слова не создался анекдот уже приходит муж домой любовник скакивает с постели как был галышом в двери раз и нету он разъел руками посмотрел на жены суши что у тебя за любовник такой невоспитанный не мне здрасте не тебе спасибо ну это я так чтобы это смешно было а а время позволяет насчет сбор здоровья вот зачем он написали здоровье запомните я когда-то обещал что каждого бина будет маленький урок по маленький урок по по здоровью не обижайтесь только это самое мужчины живут меньше женщин обычно лет на десять это статистика статистика страшная причина и в том что как только мужчина перестает заниматься сексом и у него перестает постоянно выходить из организма избыток сперматозоидов у них сразу начинает гнить и и не доживать годы годы обращаясь женщинам это моё право это касается здоровья садов 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 уже должны быть здоровыми вот пытайся помогать мужикам до последнего вот они будут лишние годы жить и буду здоровыми а как 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 откройте камасутра откройте еще много чего еще сейчас пособий сколько угодно как только мужчина перестает заниматься сексом с это самое настоящим сексом он начинает у него начинает болеть и гнить половые органы это никто никогда вам не скажет это но вы должны это знать вот это один из моих этих самых советов от души это очень важно опасность начинает пока после последнего после последнего все понятно чего так теперь перевел деньги виноградом спасибо ему я даже слышу как щелкает надеюсь еще немного соберем я еще тысячу больше вот сейчас только считался винограда ну ладно будем закачивать а насчет этого самого совета это не шутки потому что обычно это не просто угасание организма это страшное угасание и давайте своим мужикам угасать забудьте скромность и дливость это я к женщинам обращаюсь вот нас в советское время этому не учили все было на интуиции вот отсюда мы теряем миллионы мужиков раньше времени раньше срока это страшная правда есть еще несколько страшных правд но это до другого раза до свидания друзья что я хотел то я сказал вот отсюда теперь мы будем останавливать трансляцию до свидания